Всем привет! С вами Лим и сегодня я покажу вам туториал, как сделать высокий хвост на каркасе. При этом он еще будет и разборным. Итак, приступим сразу к делу. Нам надо сделать каркас для хвоста, чтобы он держался высоко и не падал. Для этого вы можете взять железные какие-нибудь пластинки, которые гнутся и держат форму. Я взял ПВХ. Из него я вырезаю две полоски в ширину полтора сантиметра. Теперь нам нужно соединить их крестом. Перед этим мы их разогреем и согнем. Если у вас нет строительного фена или вы боитесь разогревать над плитой, то вот разогреваем утюг и накрываем ПВХ ненужной тканью и проглаживаем несколько раз. Но желательно не переборщить, а иначе они могут сгореть. Теперь нам нужно сделать дырку и соединить полоски вместе винтиком. Дальше мы протыкаем наш парик там, где должен быть хвост на том месте и выворачиваем. С внутренней стороны мы должны пришить наш каркас к парику, чтобы он не двигался и никуда не ползал. А волосы с парика будем все отрывать и перешивать и переклеивать заново. Дальше мы делаем каркас, который будет крепиться сюда, чтобы хвост был выше. Для этого мы берем пробку, но из-за того, что она очень узкая, я обмотала изолентой к ней еще палочку. Пробку нужно прикрутить сюда. Потом я взяла втулку из-под фольги, и пробка будет вставляться сюда и сделает хвост повыше. Начнем обклеивать парикан. Для того, чтобы проще было пришить прядки к парику, мы будем сейчас сделать краевую. К тому же парик и состоит полностью из краевой. Вам понадобятся отрезанные прядки и ПВА-клей. Мы проклеиваем каждую прядку и оставляем ее, чтобы она подсушилась. А после этого обклеиваем парик по кругу. После того, как мы сделаем прядки, мы должны будем проклеить их по всей поверхности сетки. То есть оно должно получиться вот так вот. У основания хвоста я тоже проклеил некоторые прядки, но многие из кусочков я спрятал где-нибудь здесь. То есть я их не до конца доклеивал, а срезал и потом закрывал другими, чтобы парик не был очень тяжелым. Сейчас я отклею вот эту сторону, то, что у меня осталось, и после этого займемся хвостом. Приклеиваю я на кристалл. Но он блестит, и его может быть видно на волосах, поэтому надо накладывать его аккуратно, максимально прикрывать волосами. Что я говорила насчет того, что я прячу некоторые прядки. То есть я приклеиваю прядку, и когда ее доклеиваю до хвоста, я отрезаю лишние волосы, которые торчат. И после этого я буду приклеивать уже следующую прядку и наклею ее поверх вот этого среза. После того, как мы закончили обклеивать наш парик, мы должны подровнять всю краевую и закончить наш хвост. Для того, чтобы хвост не был таким толстым, нам нужно срезать все внутренние части прядок, чтобы они были короткими, а те, которые сверху, оставить длинными. С тех сторон я срезал ненужные части прядок, чтобы они не торчали. Сверху я их вклеил вовнутрь, потому что если мы будем вставлять хвост, возможно, будут видны срезы. После того, как я приклеил волосы, я подровнял краевую и все забрызгал лаком, чтобы ничего не вываливалось, ну и кое-где подмазал клеем незаметно. Ну и оставил виски. Дальше мы будем заниматься хвостом, он будет съемный, и нам для этого понадобится опять пробка с палочками. В общем, все делаем то же самое, что делали и в тот раз. И понадобится синтепон, который мы потом будем наклеивать на пробку. Мы вначале наклеим сюда тресы, которые у нас остались. Треса будет приклеиваться или прошиваться, как вам удобнее. Вот так. После того, как я пришил тресы к синтепону, мы будем обклеивать этим пробку. Потом вывернем, и будет такое начало хвоста. Выходит вот такой каркас. Теперь это надо обклеить волосами, чтобы не было видно синтепона. Вот, в общем, наш итог. Так выглядит парик без хвоста. Вот и сам хвост. Если вам было полезно и понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. А также смотрите описание к видео. С вами был Лим, и всем пока!